Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Магнетизм Урала. Очень хорошо потом развивает и туризм, и бизнес, и общение. О чем Рустам Миниханов договорился в Челябинской области, расскажет Дмитрий Аринин. Больше 10 возгораний за один месяц. Мы чувствуем этот запах, постоянный запах горит. Почему в Селенодольске горят дома, признанные аварийными? Мнение выслушала Альбина Минибаева. Многострадальное озеро. Обратите внимание, даже удочек не видно, они тут плавали, прям вот как бы это, постоянно. Почему активисты озера Харовое беспокоятся за судьбу местных обитателей, знает Сергей Хайдаров. Год, чтобы проверить свои чувства. В России с 1 октября меняются законы, какие, расскажет Радик Вархулин. Татарстан будет развивать многостороннее сотрудничество с Челябинской областью. Об этом сегодня договорились в ходе рабочего визита Рустама Миниханова в регион. По планам, уже в ближайшие годы товарооборот с Уральской областью должен вырасти почти в два раза. В различных сферах хотят создавать и совместные предприятия. Какие проекты в приоритете, расскажет Дмитрий Аренин. Располагаясь на Южном Урале, Челябинская область в масштабах России достаточно крупный регион. По своим территориям, населению и экономике она сопоставима с Татарстаном. Больше половины местной продукции это черная металлургия. Вообще, по своим масштабам, эта челябинская отрасль не имеет себе равных в стране. Весомая доля в этом деле магнитогорского металлургического комбината. На предприятии сегодня побывал Рустам Миниханов. Заводы нашей республики отсюда ежегодно получают свыше 300 тысяч тонн металлопроката. Как отметил президент, это сотрудничество нужно наращивать. Металл это очень высокотехнологичное производство. Я могу сказать, что то, что здесь сделано, это новая технологическая революция 4.0. Вот она здесь уже по многим производствам реализована. С магнитогорским комбинатом в этом году в Алабуге открыли совместное производство, сервисный металлоцентр. Дальнейшее сотрудничество в этой и других сферах Рустам Миниханов обсудил с губернатором области. Так, в планах создать совместные предприятия в медицине по ПЭД-диагностике онкологических заболеваний. Такие шаги уже в ближайшее время должны увеличить товарооборот между регионами чуть ли не в два раза. Наши экономики, они точно не конкурируют, они точно дополняют. И это может быть... нам нужно просто применить некоторые усилия для того, чтобы этот товарооборот поднять в два раза. Чтобы он был как бы на 2020 году не менее 60 миллиардов рублей. Сейчас у нас 35. Челябинская область это регион с большим татарским населением. Татар здесь около 200 тысяч. С местным активом сегодня встретился Рустам Миниханов. Поговорили о сохранении родного языка, обсудили открытие в области корпункта нашего телеканала и запуск прямого авиасообщения между Казанью и Магнитогорском. Как только у нас бизнес будет активизирован, мы с коллегой посмотрим, как можно субсидировать эти рейсы, чтобы и бизнес, и люди, и вот это общение. Есть федеральная программа. Сейчас Татарстан поставляет в Челябинск область в основном автомобили, холодильники и шины. Расширить линейку продукции, дать новый импульс взаимоотношениям могут помочь и саммиты, ШОС и БРИКС. Они придут в Челябинске через два года. Республика готова помочь своему уральскому партнеру. Дмитрий Аринин, Давид Абдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Челябинская область. Первое место не только в бальном, но и в медальном зачете. Сборная России заняла первое место на чемпионате Европы по профмастерству. Соревнования проходили в Будапеште. Шесть медалей в копилку нашей команды принесли татарстанцы. Кто же они, ребята с золотыми руками, расскажет Анна Городнова. Три дня по 18 часов за станками, компьютерами, стендами. Команда России была представлена в каждой 41 профессии. Во время награждения чемпионов по профмастерству на пьедестал один за другим поднимался участник с российским флагом. У нашей сборной 19 медалей. По их количеству Россия опередила Австрию и Францию. Все участники молодые, нет и 25-ти. Почти у всех это первый опыт международных соревнований. Команду в своем инстаграм поздравил Рустам Мениханов. Молодцы, написал президент. Нам не было равных в графическом дизайне, мобильной робототехнике, администрировании отеля, сварке. Серебро взяли по технологиям моды, парикмахерскому искусству, флористики. Бронза по ресторанному сервису и производству мебели. В составе национальной сборной 6 татарстанцев. Они завоевали 4 золотые медали. Андрей Дюбанов и Павел Фадеев в компетенции мобильная робототехника. Альберт Минеев, инженерный дизайн. Карина Халеева, предпринимательство. Мы связали с командой по телефону. В процессе тренировок мы готовились к еще более сложным заданиям. Когда ты на чемпионате, ты не чувствуешь волнения. Ты чувствуешь необходимость быстро и хорошо делать. Пойба шла очень-очень напряженная. И три команды, оси Австрия, Чайнагоя, шли буквально нос к носу. Там ошибиться было нельзя. Одна ошибка стоила тебе места. Евроскилз не зря называют самыми масштабными соревнованиями по профмастерству в Европе. В этом году в Будапешт приехали 600 конкурсантов из 29 стран. Казань тоже готовится к приему гостей. В августе в столице республики пройдет мировой чемпионат профмастерства. Ожидается 70 стран-участниц. Международный выставочный центр «Казань-Экспо» откроют к середине октября. Как идет строительство, накануне осмотрел Рустам Мениханов. Павильоны находятся в Лаишевском районе, недалеко от аэропорта. Работы идут круглосуточно. Ожидается, что «Казань-Экспо» опробует уже 16 октября. Там пройдет международный форум «Дорога-2018». С этого дня в Казани официально начался отопительный сезон. Теплыми стали батареи в нашей редакции. В городе теплом уже обеспечили 76% социальных объектов. Это садики, школы, больницы. В помещениях библиотек и поликлиник, расположенных в жилых домах, тепло появится после его пуска в дома. Во работе сейчас включены 33 сезонные котельные «Казэнерго» и 10 ведомственных. Обращение горожан по вопросам пуска тепла принимается в системе «Открытая Казань» по телефону 236-4123. В комитет ЖКХ можно позвонить по номерам, которые указаны на экране. Главы районов, управляющие компании, все ответственные руководители прошу во всеоружие. Напряженный момент всегда, это пуск тепла. Возникают вопросы, которые нужно будет в режиме реального времени решать. 15 пожаров только за сентябрь. Жители аварийных домов Зеленодольска бьют тревогу. Теперь в расселенных домах распоряжаются мародеры. В квартирах выбиты двери и окна, разбросаны мебель и сантехника. Сейчас нерасселенными остаются 83 пятиэтажки. Почему жителей пугает уже не состояние домов, а соседство с пустыми? Альбина Минебаева подробная ситуация. В этой квартире были пожары буквально в пятницу. Этот аварийный дом в Зеленодольске полыхал совсем недавно. Официально он расселен. А вот по словам жителей соседних аварийных домов, здесь до сих пор проживает одна семья. Мебель, демарод. Раскулачивают, пружины забирают и жгут потом. Теперь место жильцов в домах прошлого столетия распоряжаются мародеры. По словам аварийщиков, только за сентябрь в их пятиэтажки пожарные приезжали минимум 15 раз. Мы живем в страхе, что из другой квартиры к нам просто перебежит огонь. Некоторые квартиры аварийных домов когда-то были опечатаны, сохранилась даже листовка с печатью исполкома. На самом деле, двери на распашку, жилплощадь в свободном доступе. По словам бывших владельцев, таких вот квартир за домами никто не следит. Сейчас в домах, которые признаны аварийными, проживает примерно 500 человек. Это по данным администрации Зеленодольска. Многие аварийщики не приняли условия исполкома и не оставили свои квартиры. В Зеленодольском городском суде 400 исков от исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района о выселении. Причем здесь половина исков выселяют тех людей, которые согласились на условия переселения. Они подписали ипотеку, но в данном случае им никакой жилья не предоставляют даже под ипотеку. Им надо быстрее, как бы сказать, от нас избавиться. Ведь у нас отобрали собственность и заставляют брать либо ипотеку, либо уходить отсюда. В исполкоме говорят, пожар точно не их метод. У нас возникает еще и ЧП. То есть людей, которые живут в этом доме, представим себе, что происходит пожар, дом рушится. И мы должны в экстрем порядке этих людей расселить. Если, условно говоря, они еще не выбрали квартиру, то в маневрный фонд получается. По программе переселили полторы тысячи семей. 83 дома остаются нерасселенными. Им предлагают порядка 200 квартир по ипотеке. Они сейчас на конкурсе. Всего нерасселенных жилых помещений около 300. То есть есть небольшой дефицит. Все-таки дали добро на открытие доступа к выбору квартир в Славатку ПР. 30 аварийных домов Зеленодольска этой зимой останутся без отопления. Это по решению комиссии. Жителям город должен предоставить временные квартиры. Сегодня в Заинске начали заселять дом, который пострадал от взрыва бытового газа. В отремонтированные квартиры пришли представители управляющей компании и подписали акты. Газ и горячую воду планируют подключить уже в ближайшее время. Напомним, взрыв в Заинске на улице Никифоров 71 произошел 22 июня. Погибли два человека, пострадали еще 10. Жильцов двух подъездов временно расселили. В квартирах сделали свет на балкон, во всех. Рада, что вот такой хорошей квартирой мы зайдем. Пусть они хорошо сделали. Сегодня утром в Татарстане раздались сирены. Система оповещения сработали в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Таким образом проверяют региональные и местные локальные системы оповещения. Проводятся проекты системы оповещения населения. Тренировка по гражданской обороне будет проходить три дня. Таким образом спасатели отрабатывают правила поведения как населения, так и спасателей во время ЧАЭС. Во время тренировки пройдут учения по радиационной, химической и биологической защите на потенциально опасных объектах. Вода мутная и приобрела белый оттенок. Встревоженные казанцы вновь бьют тревогу. Озеро Харовы под угрозой животных, которые там обитают, стало в разы меньше, а рыба и вовсе исчезла. Почему эксперты думают, что к этому руку приложил человек, выяснял Сергей Хайдаров. Смотрю в субботу, вода изменилась. Вообще мутное стало. Зуфару Аюпову прогулки вдоль Харовы теперь приносят не удовольствие, а разочарование. Говорит, белый оттенок воды заметил сразу, что случилось не может даже предположить. Но одно знает точно, животных за последнее время здесь стало в разы меньше. Вы обратили внимание, даже удочек не видно. Они тут плавали прямо постоянно. Сейчас нет. И карасиков не видно. Карасиков бедные. Что они там творят на глубине? На озере Харова проживает огромное количество различных животных. Так здесь обитают краснокнижные жабы, птицы, ну и, конечно же, андатры. Но и больше всего в этой ситуации местные жители переживают именно за фауну. Сейчас состояние озера ужасное. Это спасает только то, что пока не всплыла рыба. Есть надежда, что, может быть, содержание меньше, да, вот этой всякой грязи. Или, может быть, справится озеро с этим. Кто или что мучит воду в Харовом? И справится ли озеро, мы спросили у независимых экспертов. Экологи отметают версии, связанные с природными явлениями. Говорят, похоже на сброс. Это может быть и известь, и даже молочная сыворотка. Судя по тому, что плывет андатры, и нет всплывшей рыбы мертвой, и нет всплывшего птицы мертвой, скажем так, вероятно, токсичность здесь или слабая, или отсутствует. Но механическое воздействие, несомненно, есть. На настоящий момент мы отбираем пробы природной воды. За последние три дня для экологов это уже четвертый забор воды на Харовом. Если в пробах обнаружат превышение допустимой нормы загрязняющих веществ, начнется административное расследование. В рамках которого будут предприниматься меры по установлению всех причин и условий, способствующих нарушению предоохранного законодательства, и виновные лица будут устанавливаться. Официальные результаты экспертизы будут готовы к концу недели. Местные жители надеются, к этому времени озеро еще можно будет спасти. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Благоустроить берега озер, отремонтировать дороги, навести порядок на кладбище. Куда? Направить деньги. Татарстанцы будут решать 18 ноября на референдуме по самообложению. Как работает программа, понимают не все жители, подчеркнул сегодня глава Альметьевска. На деловом совещании обсуждали подготовку к референдуму. Напомним, на каждый собранный рубль правительство Татарстана выделяет еще по четыре. Донести все это до жителей – прямая обязанность глав сельских поселений. Так, в прошлом году в селе Елхово Альметьевского района собрали по 200 рублей. На эти деньги смогли отремонтировать дороги. Если правительство Татарстана решили за ними, но это надо им обеспечить по 500 рублей, то вы бы смогли бы подлечь село ежегодно в миллион 100 тысяч на ремонт чего-либо. Это минимум две дороги. Вы смотрите «Новости Татарстана» и вот о чем мы расскажем далее. Год, чтобы проверить свои чувства. В России с 1 октября меняются законы. Какие, расскажет Радик Вархулин. Для них сегодня теплые слова, подарки и поздравления. Они строили, они осваивали, они запускали эту производство. Как в республике отметили День пожилых людей Альбина Слагараева. Сегодня Международный День пожилых людей. Татарстанцев поздравил Фарид Мухаммедшин. Этот праздник олицетворяет собой связь времен и преемственность поколений. Наши отцы, матери, бабушки и дедушки передают свои знания детям и внукам. В этот праздничный день примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, внимания и любви со стороны родных и близких. Деятельного и плодотворного вам долголетия, говорится в поздравлении. Итак, совпало ветерану труда Гаметулле Гатаулину сегодня исполнилось 90 лет. Радость праздника с ним разделила и супруга. Единственного сына в Казани сегодня нет, но за столом те, кто уже давно считает семью Гатаулиных родной. С поздравлениями сегодня пришли социальные работники. Его общий трудовой стаж полвека. Трудился на вертолетном заводе в троллейбусном и трамвайном управлении и химическом предприятии. На самом важном для себя считает 4,5 года военной службы, часть из которых провел в Китае. Сегодня бодро рассказывает рецепт его долголетия – видеть добрые в жизни и в людях. Все пережил. И голод, и холод. Все, все, все. Как говорится, Бог, наверное, меня берег. На долю этого поколения мы видим выпали все трудности. Конечно же, мы в неоплатном, безусловно, в неоплатном долгу, но их пример, их самоотверженный труд, любовь к родине, любовь к родному краю всегда для нас были, есть и остаются примеры. К теме серебряного возраста мы еще вернемся. Сейчас о других новостях, которые принес нам первый день октября. Так вступили в силу новые законы, правила и штрафы для россиян. Подробности далее. С 1 октября подать заявление в ЗАГС можно за год до бракосочетания. Это снизит загруженность ЗАГСов и предотвратит коррупцию, считают эксперты. Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг. Индивидуальным предпринимателям с этого дня будут давать 3 месяца на повторный сбор всех необходимых документов при регистрации, если ими были допущены ошибки. При этом госпошину повторно платить не нужно. Предпенсионеров пересчитают. Работодатели с 1 октября должны ежеквартально передавать информацию в Центр занятости о сотрудниках предпенсионного возраста. Таким образом, под контроль возьмут случаи незаконного увольнения. Штрафы от 15 до 200 тысяч рублей теперь применят к тем компаниям-застройщикам, которые вовремя не предоставили заключение о соответствии проектной документации всем требованиям в единую информационную систему о жилищном строительстве. При повторном правонарушении сумма штрафа удваивается. По Крымскому мосту сегодня открыли движение для большегрузов. Пропускная способность 700 фур в день. Ради Фархулин Юлия Муратова, ТНВ Казань. 3,5 тысячи юношей Татарстана отправятся в армию в осенний призыв. Он стартует 22 октября. О нюансах сегодня рассказал военный комиссар республики Сергей Погодин. В первую очередь на службу отправят выпускников вузов и СУЗов, получившие дипломы в этом году. При этом Погодин напомнил, что уклонистов по-прежнему продолжают разыскивать и доставлять в комиссариаты при содействии сотрудников МВД. Военный комиссариат республики заботится о своих призывниках. Именно для этого на сборном пункте республики и во всех военных комиссариатах районов и городов республики работают правовые и конституционные пункты, где граждане могут получить консультацию по вопросам призыва на военную службу. Также продолжают свою работу в горячей линии, на которой могут позвонить призывники или его родители. Сегодня весь мир отмечает Международный день врача. Как устроено медобслуживание на одном из крупнейших предприятий республики? Далее в репортаже. Так, сделайте глубокий вдох. Сделать УЗИ практически не покидая рабочего места. Для работников «Казань-Орксинтез» это обычная практика. Прямо на территории предприятия у них своя поликлиника с современным оборудованием. Здесь можно сделать анализы, пройти обследование и плановые медосмотры. Для экстренных случаев есть и скорая помощь. И это лишь одно отделение медсочастия ПАО «Казань-Орксинтез». Она включает в себя поликлинику на 250 посещений, немой стационар на 12 койко-мест, два здравпункта круглосуточных и санаторий-профилакторий на 90 койко-мест. На предприятии «Казань-Орксинтез» здоровье сотрудников не только оберегают, но и подкрепляют. В помощь свой санаторий-профилакторий. Сакские грязи, углекислые ванны, аппарат магнитотерапии, бассейн. Все это и многое другое дает возможность каждому сотруднику восстанавливать свои жизненные силы. Нашим работникам ездить никуда не надо. То есть в полный санаторий лечения они получают здесь, на месте нашего санатория, полный. И физиотерапевтическое лечение, и больное лечение. То есть в полном комплекте. И работать с пациентами врачи не перестают даже в свой профессиональный праздник. Крепкое здоровье для них превыше всего. История маленького Амира из Лениногорска облетела всю республику. У четырехлетнего мальчика с рождения нет слуховых проходов. Летом ему сделали сложнейшую операцию в Америке и восстановили одно ухо. Амир начал слышать. Сейчас такая же операция нужна и на левое ухо. А это 4 миллиона рублей. Вы ее у нас елки. Четырехлетний Амир начал слышать звуки лишь два месяца назад. И сейчас говорящий букварь – его любимая игрушка. Мальчик родился без слуховых проходов. Были деформированы ушные раковины. Простуда в первом триместре беременности дал вот такой результат, говорит мама. Проблемы обнаружили, когда малышу было полтора года. В июне этого года маленькому Амиру сделали первую операцию. В Америке. Докторы из США смогли достановить слух и сформировать правую ушную раковину. Мы съездили, все прошло. Слава Богу, удачно. Мы сделали одно ушко. Это оно у нас. Очень счастливы, что получилось у нас. Проведенная операция сотворила чудеса. Правда, пока одним ухом, но Амир слышит и с успехом изучает буквы. И даже рассказывает стихотворение. Шишка. Шишка. Прямо. Прямо. Шишка. Микки. Половина пути уже пройдена. На вторую операцию нужно 85 тысяч долларов. По курсу это больше 5 миллионов рублей. Усилиями неравнодушных людей собрали чуть больше миллиона. Сейчас мы вынуждены снова обратиться к вам за помощью, чтобы завершить свой начатый путь. Мы хотим победить заболевание от резии и микротии. До полноценной здоровой жизни нам остался один шаг. Еще одна операция. Три года незамовы живут одной заботой, чтобы Амир начал слышать. Для исполнения заветной мечты остался шаг. Необходимо до 1 ноября собрать эту сумму. Виктория Низамова еще в прошлом году внесла предоплату. Но если до установленного срока на счет клиники не поступит нужная сумма, маленький Амирчик пропустит свою очередь. Помогите нам, пожалуйста. В нашей копилке уже десятки телеисторий, когда сотни зрителей вносили посильную сумму и помогали и детям, и взрослым. В случае Низамовых победа над болезнью настолько близка, что стоит лишь не пройти мимо. Надежда Красильникова, Филюзаха Медулина, Ирих Хабибуллин, ТНВ, Линногорск. И мы возвращаемся к теме дня пожилых. Золотой фонд компании говорят на Нижнекамскнефтехимии о своих ветеранах. Сегодня прошла праздничная встреча руководства предприятий с теми, кто проработал здесь много лет. Вы – наша опора, наши незаменимые помощники. 600 ветеранов и полный зал обнимаются, улыбаются, радость на лицах. Супруги Садреевы пришли на праздник вместе. В Нижнекамскнефтехимии проработали 40 лет. Пришла молодым специалистом. И от лаборанта, ведущего инженера до начальника лаборатории. Особенно это интересно, потому что мы тут знакомых встречаем. Однопарчанных встречаем. Чаепитие и большой праздничный концерт. Но внимание к пожилым людям не только сегодня. Совет ветеранов предприятия включает более 10 тысяч человек. Они постоянно общаются, встречаются, живут полной жизнью. Молодежь приходит, когда заботятся о нем родителях, о нем бабушке, дедушке предприятия. Он же это видит. Это самая лучшая пропаганда, самая лучшая воспринимается людьми. Системный подход к этому. На все большие мероприятия, на все значимые даты, на юбилейные даты. Для них организовывается экскурсия в течение года. Заезды в корабельную ручку. То есть у нас для ветеранов Великой Отечественной войны и Трудового фронта инвалидов бесплатная. А оплата для ветеранов объединения труда для них всего лишь 5%. Посещаем на дому вместе с руководителями, с председателями на своих рабочих местах. Пенсионеры предприятия также получают дополнительные отбавки к пенсиям и выплаты к юбилеям и праздникам. Но помимо этого всего, как говорят сами ветераны, главное для них – внимание. Такие праздники – это как знак того, что о них помнят и их ценят. Альбина Солгораева, Чатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. В продолжении выпуска о спорте и о погоде, после чего на ТНВ «Вызов 112». Но я продолжу знакомить вас с новостями Татарстана в 21.30. Всего вам доброго. Дорогие друзья, 5 октября Театр Галяскар Камала легендарной «Голубой шалью» открывает свой новый 113 сезон. Для вас полюбившиеся спектакли, премьеры и ювелирные вечера. Билеты в кассах театра для зрителей старше 12 лет. «Сувар Холдинг» представляет жилой комплекс «Лесной городок». Готовые квартиры в современном малоэтажном комплексе. Охраняемая парковка, паркинг, детский сад. Здесь предусмотрено все для комфортной жизни. «Сувар Холдинг» созидая во благо. Татьяна Навка представляет. Мюзикл на льду. «Руслан и Людмила». «Руслан и Людмила». Шоу, сошедшее со страниц великого произведения Александра Сергеевича Пушкина. «Руслан и Людмила». Сказка, ставшая реальностью для всей семьи. Не пропусти возвращение любимых героев. Стань частью незабываемого шоу. Со 2 по 5 ноября. Татнефть-арена. Билеты на сайте kassir.ru и навка.show. Ноль плюс. Булгар радиусы «Тагдемита». Утканнер согандра концертынан «Доама». Театралья штрелеган Томашага сыздарах имитегас. Олтынча октябрь «Пирамида». Бошлана унсегис сагатта. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Игроки Акбарса показывают свой характер и спасают второй матч подряд. Победы над «Адмиралом» казанцы завершили свое домашнее выступление в очередной серии КХЛ. После длительной паузы в команду вернулся вратарь Ремель Гарипов. И сразу в сторону его ворот посыпались атаки. Хоккеисты «Адмиралы» навязали хозяевам очень скоростной хоккей. И это несмотря на длительный перелет с Владивостока. Уже в первом периоде гости вышли вперед. И две игры подряд команде Белили Динова приходится отыгрываться. Сначала такой же сценарий был в матче с «Амуром». В этот раз шайба Артема Михеева и Роба Клингхаммера в пустые ворота установили окончательный счет на табло 4-2 в пользу Акбарса. Соперник очень достойно играл. Я должен сказать, не так просто было ее забить. Они очень хорошо обороняются, с хорошей работой. То есть они делали все то, что они могли сделать. Поэтому нам было непросто, нам было тяжело. Но молодцы, что мы смогли забить и выиграть матч. К новостям водного пола игроки «Синтеза» боролись за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов. Матчи первого этапа проходили в Черногорском «Герцог-Нове». В сложном третьем поединке подопечным Александра Ерышева пришлось противостоять местному «Ядрану». До этого в активе «Синтеза» была одна победа и одно поражение. На кону стояла путевка в Европу. Местная публика и длинные скамейки запасные внесли свою лепту. Итог матча 18-6 в пользу черногорцев. Татарстанцы не сумели завоевать одну из двух путевок в следующий этап самого престижного турнира Европы. И теперь сосредоточат свои усилия на выступлениях на российской арене. Тем временем баскетбольный уник занял четвертое место на Кубке Гомельского в Москве. В матче за третье место казанцы проиграли на последних секундах овертайма греческому Олимпиакосу со счетом 89-91. Напомню, что казанцы во второй раз принимали участие в турнире, посвященном памяти великого тренера ЦСКА и сборной СССР Александра Гомельского. До этого в полуфинале уникс проиграл армейцам. В общей сложности в предсезонный период наши баскетболисты провели 9 матчей. 5 побед при 4 поражениях. Сезон стартует в это воскресенье. 7 октября уникс на своей площадке проведет первый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовским «Автодором». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. На календаре второй месяц осени. Что ожидает нас 2 октября, узнаем через минуту. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Во вторник ожидается вполне комфортная погода. Первая половина дня будет малообучной, без осадков. Во второй половине дня ожидаются дожди. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики ожидается ясный день, плюс 13. На северо-востоке Татарстана солнце будет радовать в течение всего дня, плюс 14. На севере республики переменная облачность 13-14 градусов. На северо-западе Татарстана солнце спрячется за облака, 12-13. На юго-западе республики также пасмурно, и там 12-14 градусов выше нуля. В центре Татарстана солнце изрезко будет прятаться за облака, плюс 14. Спонсор прогноза погоды клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатиты по европейским стандартам, без боли и операции, на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. В Казани днём солнце спрячется за облака, но несмотря на это воздух прогреется до плюс 14. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Ночью ожидается магнитная буря. На этом наш выпуск завершён. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok